Всем привет! Вы смотрите канал про приключения и путешествия We Travel In. Нас зовут Инна и Максим. За нашими плечами 40 стран и много нестандартных историй, которыми мы делимся на своем канале. Вау! Слушай, а это же красиво! Крутяк! Вот так по Мачу-Пикчу можно гулять вместе с ламами, пока они жуют свою травку. А вот так вот у Инка выглядел водоканал. Все очень просто. Друзья, вот мы наконец-то вырвались из нашего отеля, потому что утром целый день шел дождь. Наконец-то вышло солнышко, и мы прибежали покупать билеты на Мачу-Пикчу. И сейчас будем делать восхождение. Вот мы счастливые обладатели двух билетов на Мачу-Пикчу. Со скидкой на вечернее посещение. После часа дня посещение стоит 90 соли. А билеты выглядят вот так. Не забудьте взять с собой паспорта, потому что билеты у вас будут сверять с паспортом наверху два раза. Так что погнали! Подниматься пешком на гору Мачу-Пикчу нам придется от часа до двух. Сейчас посмотрим, насколько быстро мы преодолеем эту дистанцию. Дорога идет из города по асфальтированной дороге, потом она заканчивается. И вам надо будет пройти какую-то стоянку с тракторами. Вот так вот каждый день возят туристов на самую популярную достопримечательность в мире. Городок Агвас Кальентас остался позади. А мы начинаем свое восхождение не зря. У нас вчера была такая тренировка и попытка посмотреть Мачу-Пикчу бесплатно. Если вы не видели это видео, обязательно переходите по этой ссылочке. Там я рассказываю один вариант. Он, конечно, для бесшабашных, но Мачу-Пикчу можно увидеть бесплатно. Как это сделать? Инструкция здесь. Ну, а мы спешим, просто спешим, бежим на гору, потому что надо мной голубое небо. Нам улыбнулась удача и, наконец-то, мы это сделаем. Девочки, как сделать свою фигуру стройнее? Идите на Мачу-Пикчу пешком. На Мачу-Пикчу ведут ступеньки вот такие вот, достаточно сложные. Вы по мне можете видеть, я вся мокрая. Но самое главное, что на эти ступеньки указывают такие указатели, то есть вы не потеряетесь. Можно идти как вариант по петлям, где ездят автобусы, но это не очень приятно, потому что автобусы носятся очень часто. Поэтому мы идем по ступенькам. Давай, Инна, ты сможешь. Экономия. 23 доллара. Вот все ради моей мечты. Из-за того, что тут очень влажно, сложно подниматься. Тем более прошел дождь. Потеет техника, не успеваешь ее протирать. Но мы все равно идем. Мы поднялись уже на приличную высоту. Ох, дыхание. И мы уже можем видеть чуть-чуть кусочек Мачу-Пикчу. Мы ближе к мечте. Итак, пеший путь мы преодолели за 55 минут. Все правда. То, что нам сказали на входе, вы дадете за час. Ух, мы это сделали. Но сейчас начинается самое интересное. Ух, я дома. Инка приехала в город Инков. Вау. Слушай, а это же красиво. Крутяк. Вы посмотрите на это. Блин, а это же не описать слова. У меня ж мурашки такой же, как красиво. Не зря я сюда перла пушком. Существует одна интересная теория. Точнее, существует одна интересная история. Как нашли этот город. Вообще, инки тут жили независимо. У них были и культуры разные. А на этих террасах, по которым я сейчас хожу, выращивали картофель. Разные культуры. У них были животные. То есть, у них было мясо. У них была рыба, потому что рядом протекает река Урубамба. В общем, у них была одежда из шерсти животных. И им, в принципе, ничего не надо было. Поэтому они не контактировали с внешним миром. Поэтому их долго никто не мог найти. Но в какой-то прекрасный момент все одновременно исчезли. Но это такая легенда, конечно же. А нашел это место один ученый. Немецкий ученый, который приехал в город Агваскальентес. Так вот. И он одному малышу, в семье которой он остановился, подарил песо. Не помню точно сколько. Маленькую денежку. Малыш был настолько рад, настолько доволен, что указал ученому тропу. Тропу, которая вела именно в этот город. И когда ученый сюда пришел, он понял, что он нашел седьмое чудо света. На самом деле это так. Потому что когда ходишь здесь, когда гуляешь, у тебя возникают какие-то такие суперэмоции, суперощущения. Если бы, конечно, не было много людей вокруг, то было бы еще интереснее. На Мачу-Пихче очень много живет лам, гуанак и их подобие. Эти зверьки могут жить только в андах. А знаете почему? Потому что только тут произрастает особенная трава, которой они питаются. Вот так по Мачу-Пихче можно гулять вместе с ламами, пока они жуют свою травку. Самое интересное, что храм Инков, город Инков, сохранился лучше всего в Перу. Поэтому мы можем наблюдать останки той цивилизации. Насколько я знаю, Инки были самыми кровожадными племенами, которых знает человечество. И где-то здесь они приносили в жертву своих людей, думая, что они таким образом смогут задобрить богов. По-моему, полная чушь. Но, блин, люди в это верили. И мало того, они продолжают в это верить. Несмотря на то, что у них религия пришла новая, испанцы принесли свою религию. Некоторые продолжают верить в шаманов, в богов, подносить им всякие сладости. Кока-кола внедрилась в их жизнь. Кстати, раз я заговорила о Кока-коле, то расскажу вам маленький факт. Инка-кола, такая популярная в этом месте, победила Кока-колу в выручке. То есть, она переплюнула продажи Кока-колы. Но самое интересное, все говорят об этом факте. Но мало кто говорит, что Инка-кола это та же фирма, что и Кока-кола. То есть, принадлежит Кока-коле. Вот так вот. Так что, Кока-кола пустила корни во всех странах. Сейчас я нахожусь в каменоломне инков. Именно в этом месте они разламывали камни на маленькие куски, или же их как-то высечивали, и несли уже для постройки своих домов. Что интересно, инки использовали особую технику. Они не пользовались цементом, не пользовались гвоздями. И камни очень-очень подогнаны друг по другу. Как это делали, до сих пор ученые гадают. Честно говоря, я когда шла в Мачу-Пикчу, я думала, что весь город сделан из таких камней, которые подогнаны друг по другу. А на самом деле они находятся только в центре. А вот за моей спиной, видите, вот такая обычная, самая обычная стена из камня. Так что, не все стены подогнаны друг по другу. А вот так вот у инков выглядел водоканал. Все очень просто. Ученые предполагают, что в этом городе жило где-то тысяча человек. Уходя из города Мачу-Пикчу с последними лучами солнца, я вам хочу сказать, что вы обязательно должны сюда приехать. Гуляя по Мачу-Пикчу, создается какое-то впечатление, атмосфера неимоверная, чего-то такого, как будто бы ты попал в прошлое. И это место точно надо занести в свой список must-see. Вы обязательно должны здесь побывать. Если у вас нет много денег, то вы можете поступить так же, как поступили мы. Пойти по нашим стопам. Сюда можно приехать на автобусе, прийти пешком. Здесь можно найти недорогое жилье, а питаться в Перу недорого. Так что приезжайте на Мачу-Пикчу. Друзья, вот мы побывали с вами на Мачу-Пикчу, увидели новое седьмое чудо света. Если вам понравился ролик, ставьте нам обязательно палец вверх, подписывайтесь на канал. А мы встретимся в следующем новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok